Дорогие друзья, на часах у нас уже 21.30 на Урале. Сейчас я нахожусь в Санкт-Петербурге, и здесь 19.30. Буквально утром я сегодня был в Челябинске, и из жары приехал в холод. Обратите внимание, как на улице серое небо, дождь лил сегодня, как из ведра. Но я слышал, что сегодня вы работали с глиной, и тоже было очень тяжело. Надеюсь, все смогли искупаться. Мы сделали вечернюю такую сегодня жеребьевку, чтобы можно было как-то отдохнуть и выдохнуть от жары. И мы могли бы с вами встретиться. Очень радостно, что у нас тут уже довольно много людей. Я переживал, что так поздно, мало кто присоединится. Миша очень сильно переживал, что так поздно, мало кто присоединится. Вот, мы рады вас видеть. Мы рассчитывали, что вы будете вместе с родителями, или будут ваши родители. Вот, если родители еще нет, вот я не знаю, там у нас Леня, у тебя родители будут или нет присутствовать, но мы в любом случае выложим видео нашей сегодняшней встречи, и можно будет еще посмотреть. Дорогие друзья, я бы хотел вам представить нашу сегодняшнюю. Это прекрасный человек, прекрасный шеф, и более того, прекрасный педагог. Вместе мы делали невероятные вещи, фестивали, где там стритфуда, где вместе с ребятами такой на городской, где угощали всех разной едой. Мы делали культурные фестивали через еду. И, в общем, у нас была такая идея, что мейкерская смена, смена, в которой мы делаем что-то своими руками. И, конечно же, очень интересно делать что-то своими руками, конечно же, готовить своими руками. Это тоже очень здорово и интересно. Поэтому мы решили пригласить Анну, которая согласилась поделиться своим невероятным опытом. Вот, и подготовила большое количество материалов для того, чтобы... Сейчас она про все это расскажет. Для того, чтобы во вторник мы с вами смогли дома приготовить что-то, не знаю, и вкусное, а главное еще и продукты. Ну, в традициях той страны, той культуры, которую вы выберете. Ну, что ж, я передаю слово Анне. Анна, он, Аня. Очень я рад тебя видеть. Спасибо большое, что к нам присоединилась. Здрасте всем. Привет. Привет. Слышно меня, Вина? О, все. Я хочу видеть ваши ручки. У меня, слушайте, я когда записывала... Да, я когда записывала ролик, я не знаю, слышно ли было. Я сейчас на даче, у меня тут петухи на самом деле. Сейчас тут какая-то собачка тоже голос подает. Надеюсь, что я буду кричать достаточно громко, чтобы эту маленькую собачку перекричать. Витя, спасибо большое за представление. Я вас тоже очень люблю и с огромным удовольствием и радостью вспоминаю то, что мы делали. И реально классно то, что сейчас мы попробуем сделать. Народ, смотрите, я знаю, что у вас сегодня страшная жара. 53 градуса, да, правильно? Миша Пёс, так? Ну, это там в Екатеринбурге было. Дима Вершинин, согласен? Лёнь, как ты жару пережил? Скажи мне, пожалуйста, дорогой мой друг. А у нас не получается здесь говорить. У нас здесь можно в чате писать. Ну, как это называется? Пишите тогда в чате, моргайте, если вас взяли в заложники. Да, напишите, как вы переносили жару, чем спасались и так далее. Я могу сказать, что здесь, в Подмосковье, в общем, прохладненько, я бы сказала. Так, где-то градусов 16. Вот, но тем не менее, когда... Вау! Купался, пить квас. Отлично, русская кухня. Я уже знаю один человек, Соня, который выберет русскую кухню, которую мы сегодня будем, наверное, тоже рекламировать. Итак, народ, давайте я сейчас сразу же постараюсь, поскольку я понимаю, что вы можете быть уже все, как бы, такие вялые и уставшие после жарища. Я прям сейчас сразу расскажу тайминг, что, как мы делаем. Сначала я очень быстро, эмоционально расскажу вам про те кухни, которые я выбрала для сегодняшней программы. Вы ролик смотрели? Народ, ролик смотрели? Ну, Миша, первое глаза в глаза. Все, конечно, Миша, да. Я не сомневаюсь, что ты смотрел. Вероника, тоже, ты видела или нет? Дима Вершинин, кивни, если видел. Хорошо. Ставьте плюсик. А? Я говорю, что если смотрели, ставьте плюсик. Как попасть на мастер-класс? Вот как раз это сейчас у нас есть промо для мастер-класса. Как раз мы здесь распределяем, кто какую возьмет кухню. И Аня нам расскажет, как нам к мастер-классу подготовиться. А мне пишет Степа Дубинин, что он не был. Сережа Гнатюк, ты тоже не был, дорогой мой. Не был тоже. Тогда, народ, сейчас я очень быстро расскажу, что как мы делаем. Значит, смотрите, я реально очень люблю. Ну, то есть вы видите, что я так люблю есть, да. Но на самом деле я еще очень люблю готовить. А самое приятное, знаете, это когда не ты готовишь, когда кого-то учишь готовить, да. Поэтому я пошла в учителя кулинарии. У меня кулинарная школа в Москве. Мы достаточно долго работаем с детьми. Смотрите, собственно, мы работали как раз в гимназии. И там вот дети с пятого по, не побоюсь этого слова, по одиннадцатый класс приходили к нам на наши уроки кулинарии. И за то время, пока я всех учила, у меня уже есть там какое-то свое представление о том, что вкусно, быстро и несложно готовить, да. Поэтому Витя уже сказал, что во вторник у нас с вами прям премьера, гала, прям великолепный вечер, презентация и дегустация. Конечно же, какая презентация без дегустаций. А во вторник вечером вы приготовите. А что вы приготовите, вы выберете сегодня. Я специально здесь сижу и размахиваю руками для того, чтобы рассказать и объяснить вам, какие я предлагаю вам варианты. Итак, я придумала четыре разных меню, разных кухонь, меню ужинов, которые мне вот прям реально человечески близки. Эти кухни, это, естественно, я русский человек, это, конечно, русская кухня, куда же без нее. Потом это мексиканская кухня, кухня очень яркая, эмоциональная, красивая. Затем это восточная кухня. И четвертая кухня, которую я предложила в этом меню. Так, восточная, мексиканская, русская. Китайская. Китайская, совершенно верно, да, китайская кухня. Да, спасибо большое, Витя. Вот, в общем, вот такие не самые, может быть, такие, ну, такие все экзотические кухни, может быть. И для меня было реально, ребята, очень важно, чтобы вы вместе с родителями посмотрели, как можно приготовить на самом деле, не какие-то там, не знаю, там, залить там что-то, чем-то добавить ананасы, сказать о том, что это блюдо какой-то там экзотической кухни, а для того, чтобы вы смогли из продуктов, которые, правда, в магазины можно покупать. Потому что я нормальный человек, я здесь вообще на даче, у нас там маленькая сельская лавка. И я смотрела, что может быть в продаже, что можно правильного и красивого приготовить из того, что есть под рукой. И, конечно, для того, чтобы вам было удобно эти блюда готовить, я подготовила две, два рода материала. Первый материал – это я лично записала, как это все нужно готовить. Специально для вас я сделала видеорецепты всех блюд, которые вам надо будет готовить, выложила их на YouTube. И я надеюсь, что вам будет, вам и вашим родителям это будет в помощь. Это первое. Второе – я подготовила такие брошюрки. Брошюрки. Семен призывается сюда. Сейчас я, это буду я запускать. А, хорошо. Тогда, если возможно, Вить, просто показать хотя бы, какая это брошюрка. Что это за брошюрка? Так, сейчас я выберу какой-нибудь из них, ну, допустим, не мексиканская. Дима Вершинин, это у тебя вентилятор или йо-йо? Да, вот так выглядит брошюрка, получается. Итак, вы меня не видите, а я вам пока просто, просто немножко рассказываю, пока постараюсь достаточно быстро. Вот, смотрите, в этой брошюрке будет написано, во-первых, прописаны будут все эти рецепты. Там есть программа, там есть рецепты, по которым нужно будет готовить. И у вас будет два рецепта. И там есть тоже написано ссылки на видеорецепты и какие-то книжки, которые, мне кажется, могут на ваше настроение повлиять. Вот. О, да, то есть шоколад на крутом кипятке, стремительный, как желание. Это сборник мексиканской кухни, да? Это очень интересная книга, она, конечно, девочковая, про любовь, но все равно там много про еду и про то, как еда влияет на отношения и как вообще она влияет на нашу жизнь. Для того, чтобы никто не заскучал и не выходил, я тогда продолжу. Нас еще, ну, все со мной еще, я не слишком долго. Да, нет, ну, мы сейчас перейдем как раз, да, вот я открыл еще один сборник. Смотрю, что здесь, это восточная кухня, это плов, джуджа плов с цыпленком. Да, тоже. Сейчас подробнее, наверное, буду рассказывать. Тогда давайте сейчас следующим образом. Вот смотрите, я так понесусь стремительно, буквально не просто как паровоз, а придется как экспресс. Первая у нас была мексиканская кухня, правильно? Да, да. В мексиканскую кухню, народ, я предлагаю вам приготовить два реально очень крутых, быстрых и вкусных и питательных блюда. Первое, это чили кон карне, это мясо фарш, готовится очень вкусный, с томатами, ничего там такого особо сложного. Главное, чтобы это было такое остренькое, вкусненькое, плотненькое и красивенькое. И второе блюдо, это шоколадный десерт, тоже никаких там особых изысков не нужно, достаточно будет просто хорошей шоколадки и сливок. В общем, как видите, достаточно аутентичная будет история, вкусная и красивая для ужина или даже для обеда. Вот, вторая история, я пишу быстро или медленно, вы мне хоть пишите что-нибудь, а то я же ничего не понимаю, как вы меня слышите, не слышите, удобно вам, неудобно. Можем включить звук, если вам хотите. Включаем звук, включаем звук, я не против. Ну давайте, Семен, включи тогда звук, может быть кто-то может комментировать по ходу. Вот, у нас в конце можно будет задать вопросы, вот, а сейчас мы слушаем про восточную кухню, а именно плов дуджа. Значит, смотрите, мне кажется, что поскольку плов это уже такое частое блюдо, которое часто готовится в наших краях, в семьях и так далее, тоже уже у каждой семьи, там, сам знает, как, какое там делать мясо, какие специи и так далее. Так вот, поскольку я не хочу совсем никого ни с кем ссорить, я решила предложить такой азербайджанский вариант плова, он называется джуджа плов. Это не нужно каких-то таких выискивать, там, желтую морковку, какой-то особенный казан и так далее, не нужно создавать проблем. Это просто хороший, красивый рис с вкусной курицей поверх и украшенный сухофруктами. Вот, готовить, ну, он тоже такой же правильный, такой же правильное, такое же правильное блюдо. И второе блюдо, которое я предлагаю в продолжение, надеюсь, тоже вас спасет, это лимонный напиток щербет. Вы наверняка знаете, что щербет это, ну, мороженое бывает щербет, да? Да, я очень удивился, что щербет, он такая восточная сладость. На самом деле, да, есть два, даже три блюда, которые называются щербетом, вернее, правильнее говорить, щербет, это и пороженое, это и напиток, это еще такое полено вкусное, сладкое, супер-супер-супер-сладкое. Ну, так вот, мы будем делать, мы будем делать напиток. Так вот, суть там состоит в том, что сейчас, смотри, сейчас жара, хорошо утоляет жажду, к сожалению, там не так газированная всякая вода, которая нам нравится, я сама, например, очень люблю Кока-Кол, но от нее больше пить хочется. А здесь такой быстрый лимонад, изобретенный там, страшно сказать, тысячу лет назад. Тем не менее, надеюсь, что он вам понравится. Вот, продолжаем тогда следующее смотреть, что там у нас такого интересненького, веселенького. Китайская кухня, китайская. Китайская, ну, смотрите, про китайскую кухню тоже можно говорить очень долго. Там много провинций, пять основных кухонь мира. И все вы, конечно, наверняка знаете там утку по-пекински, какие-то другие блюда. Кто-то, естественно, я думаю, что кто-то, кто про себя ухмыльнулся и начал говорить, дошик, 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 самое главное, китайская еда или там еще что-нибудь такое. Нет. Самое очень популярное, одно из самых популярных блюд – это вот этот вот цыпленок гунбао. Тоже все достаточно просто. Курица берется, берется какие-то овощи коту, которые есть под рукой. Единственное, что из экзотического, там имбирь и, ну, если есть кунжутное масло, будет классно. Не будет кунжутного масла, все равно будет хорошо и вкусно. А вот это вот именно китайщину добавит имбирь и тем, кому можно, жареный арахис. Виктор, продолжаем. А, бананы в карамели я увидел. Да, Витя, а как же? Как же можно обойтись без сладкого? Хотя в китайской культуре, к моему большому сожалению, я сама сладкоежка, не очень много сладких блюд. А все те сладкие блюда, которые они делают, они реально очень странные. Там достаточно большое количество всяких блюд, сделанных из всяких соевых бобов, вот это вот все. И, о, спасибо, Миша Пестрый, спасибо за поддержку, да. Вот, вот эти вот бананы в карамели, это опять тоже то, что в любой лавке можно найти. Бананы, сахарный песок, ну, крахмал, что, мука и все в принципе. Вкусный, да, вкусный какой-то, да. Спасибо, Рома Бахарев, да. Мне тоже кушать захотелось. И тоже книжки, я смотрю, Сяоминь. И тоже книжка, я смотрю, вы советуете? Конечно, конечно. Я обязательно пишу во всех этих брошюрках, я пишу, что можно почитать. Потому что, смотрите, ребята, то, что я сейчас вам рассказываю, во-первых, я с вами душой делюсь. Я делюсь с вами теми вещами, которые мне, ну, реально очень нравятся, мне нравится их делать. Я очень хочу, чтобы мы с вами встретились, когда во вторник, мы все, тогда вы мне зададите еще какие-то вопросы. Там, а вот как вот там заменить, там, кукурузный крахмал, там, на картофельный, можно или нельзя, я буду. Да-да-да, это можно, вот это вот подумайте и так далее. Но самое главное для меня, это чтобы уже даже после вторника, когда, ну, пишите мне, я буду рада ответить на ваши вопросы или еще что-то. Но даже если мы не увидимся, чтобы вы продолжали хотеть готовить, потому что еда, это именно то, что вы делаете руками, самыми вот этими вот самыми руками, которыми вы делали в этой мейкерской смене. Кто-то машинки, кто-то там еще что-то, я не знаю. Но машинку съесть нельзя. А повар всегда и сам останется сыт, и накормит своих близких людей. В общем, готовь с нами, готовь лучше нас. Вот там русскую кухню я открыл. Да, ну, конечно, короночка, короночка, конечно. Поскольку мы русские люди, и здесь очень такой-такой, я взяла такой-такой, аккуратненько так я пошла по домашней рецепте, наверняка ваши мамы и бабушки, у них у каждой есть рецепт своего салата оливье, или своих котлет, или там какие-то секреты каких-то пирогов и так далее. Я решила поделиться, я решила так аккуратненько, аккуратненько. Я делюсь секретом вот пирога, который я очень люблю. Он готовится, ну, на самом деле, достаточно просто. Капуста молодая сейчас, я думаю, везде есть много. И он в основном, конечно, за счет этой молодой капусты очень здорово выигрывает. Это вот первый рецепт. А вторая история, которую я придумала, она такая очень патриотическая. Дело в том, что, может быть, вы знаете, что на протяжении очень долгого времени солдаты русские, которые отважно и победоносно воевали в войнах царской армии, их не награждали. Вся слава доставалась военачальникам. Вот при императоре Александре III был введен в использование орден солдатской славы, Георгиевский орден. Собственно, вот Георгиевская леточка, оранжево-черная, это вот оттуда. И тех солдат, которые стали кавалерами ордена святого Георгия, их пригласили на прием к Александру III. И повара царские для того, чтобы сделать приятное этим людям, они придумали вот этот вот рецепт. И теперь с 19 века именно этот рецепт и делается. По поводу ремарки, что как можно в жару говорить про мороженое, слушайте, ну я как, ну а про что еще-то говорить? Про горячие щи тоже как-то, мне кажется, неправильно. Вот, готовится вот это мороженое, оно реально очень вкусное. И готовится оно с бородинским хлебом, потрясающим совершенно. У меня сын ел, сказал, что практически как будто грецкие орешки внутри. Я даже не успела сфотографировать его, честно говоря, потому что, ну, очень вкусно. Вот, так что такую я вам рассказала историю про последний рецепт. Ну что, пришло время выбирать. А, друзья, смотрите, что будет дальше происходить. Происходить будет вот что. Мы вам показали сейчас, и Аня прекрасно, спасибо большое, рассказала секреты немножко про историю этих блюд, и почему именно эти блюда мы выбрали, эти страны. Теперь, для мастер-класса, который будет у нас во вторник, вам нужно будет выбрать, что вы будете готовить во вторник под руководством Ани. То есть, как под руководством? Аня подготовила для вас видеорецепт, список продуктов, пошаговый рецепт, как готовить. И она во вторник стартует наш мастер-класс и будет вам давать консультации, отвечать на ваши вопросы. Значит, ваша задача – выбрать, что во вторник будете готовить вы. И у вас есть еще пятница, суббота, воскресенье и понедельник, чтобы купить продукты, из которых вы будете готовить. Значит, все продукты, как Аня уже сказала, реально достать в любом магазине практически. Вот, по крайней мере, мы там смотрели, в Первом Уральске точно есть, там все эти продукты можно достать. Вот, и это не продукты, которые там, я не знаю, не какое-то супер-пупер шампанское там за миллион рублей, которое нужно, иначе в другом шампанском яблоки вымачивать нельзя. Вот, это именно все продукты, которые можно довольно легко достать. И как раз именно идея в том, что из этого можно, ну, волшебство заключается в том, как приготовить что-то замечательное и вкусное. Значит, вы сейчас выбираете, что вы будете готовить и напишите в чате. Семен должен поставить, будет сейчас таймер, когда пойдет таймер. Дальше мы вам пришлем все эти рецепты. Там написан список продуктов, и вы к вторнику готовите эти, ну, подготавливаете эти продукты, и во вторник мы начинаем наш мастер-класс в 7 часов вечера. Итак, сейчас будет время, минута, а вы напишите, пожалуйста, какую вы выбираете кухню, чтобы мы тоже могли ориентироваться, что у нас будет происходить. Значит, можно ли не готовить, спрашиваю. Ну, конечно же, можно будет и посмотреть, посмотреть, как, может быть, вы придете в гости, вы уже настолько задружились. Может быть, вы уже настолько задружились, вы придете в гости. Когда я работал в школе вот вместе с Аней, у нее кабинет, рядом с моим кабинетом находилась кулинарная студия, в которой Аня работала. И я все время знал, в какие дни какие-то занятия, что я могу прийти, меня обязательно дети чем-нибудь накормят. Вот. Значит, я смотрю так, у нас получается... Семен, ты вставь таймер, а я буду смотреть, кто что пишет у нас. Итак, я вижу... Виктор, правильно ли я понимаю, что сейчас каждому участнику надо написать свое имя, фамилию и кухню, которую он выбирает? Да, друзья, я забыл попросить поставить имя, фамилию. Если не сложно, напишите, пожалуйста, снова. А то я только вижу, Федор, Вова, но у нас Федь очень много на проекте. Даже больше Федя Усков еще у нас есть на проекте. Не знаю, здесь ли он. Вот, который Дырявая борода. Женя Панасова, картошка. А что Женя Панасова будет готовить, мне интересно. Восточная кухня, Максим. Русская кухня, Миша Шаронов. Я, кстати, тоже. Мне вот георгиевское мороженое, меня просто поразило, если честно. Я вот... Стешев тоже будет русскую кухню готовить. Алина Дмитриева, Восточная кухня. Восточная кухня, Сергей Игнатьюк. Восточная кухня, Федор. Федор, напиши, пожалуйста, фамилию, потому что у нас разные Федоры есть. Так, у нас китайскую будет, конечно же, готовить Миша. Никита, Никита тоже набрал свою фамилию. Тоже китайская кухня. Федя Цветков, Восточная кухня. Миша Шаронов, русская. Вика Попова, Восточную кухню. Русскую кухню, Миша Шаймарданов. Сережа Игнатьюк, Восточная кухня. Вера Черепанова, Русская кухня. Ничего себе. Вот, есть Леонид Белов, который будет готовить мексиканскую кухню. Прекрасно. Алина Дмитриева, тоже Восточная. Это я уже называл, как и Стеша, тоже Русская кухня. Саша Голимбеков, Русская кухня. Степа Дубинин, Восток. Рома Бахарев, Китайская кухня. Самим выбирать кухню, спрашивает Арсений. Да, кухню нужно выбрать самим. Так, ну я смотрю, что у нас очень много Русской кухни. И Никита, и Саша выбирает. А, Никита выбирает, не дошел по-китайскую. Саша Клибеков, Русскую, аж три раза написал. Саша Кирмяков, Китайскую. Прекрасно. Что ж, друзья, мы пришлем в группу, наверное, в нашу группу, чтобы все имели доступ, все четыре брошюры. Соответственно, вы когда-нибудь в другое время сможете приготовить что-нибудь другое. Но что вы именно хотите готовить под руководством Ани, то есть получая от нее консультации, во вторник, начиная в семь часов. Вот ровно для этого вам нужно будет выбрать одну сейчас какую-то ко вторнику, и во вторник мы будем готовить. Более того, что еще? Вы, наверное, ну, во-первых, всем большое спасибо за чудеснейшие ролики, которые вы делаете. Мы хотим про это тоже снять ролик, вообще про то, как вы будете готовить, у кого, в каком стиле. То есть нам бы хотелось, что если вы выбираете, я не знаю, китайскую кухню, то вы бы там, не знаю, посмотрели, какие-то иероглифы, может быть, сделали, салфетки с иероглифами. Или, там, не знаю, в Китае, Аня, подсказывайте мне, какие могут быть традиции, там, красным, там, я не знаю, что сделать. Слушайте, ну, вы знаете, первое, что я бы сделала, наверное, я бы сделала, допустим, маленькую косичку какую-нибудь, и там нарисовала все пленки, что я китаец, не знаю, палочки какие-то. Кстати, вы увидите, когда блины делают, вернее, не блины, а когда делают бананы в карамели, там очень интересно, они все палочками размешивают. Этот кляр, это реально, ну, то есть какие-то штуки по, господи, по, то есть, народ, вы поняли, чего я от вас хочу? Я хочу, чтобы вам не только было вкусно, но я хочу, чтобы вам тоже было красиво, что это была какая-то такая, знаете, правильная законченная история. Потому что моя школа, ну, то есть вот моя школа прям совсем кулинарная, которую я организовала в Москве, она называется «Школа хорошего вкуса». То есть я такая страшная зануда, что для меня очень важно, чтобы это было не просто вкусно, но чтобы это было красиво. И очень хочется, чтобы вы на самом деле как-то, может быть, там, Витя рассказала, там, сервировали, да, или как-то, не знаю, сделали, обратились о том, что там, допустим, ваше высокоблагородие, садитесь, садитесь, есть, пожалуйста, заливной пирог перед вами и так далее. Ну, то есть какие-то такие моменты, которые могли бы позволить немножко сделать мостик между тем, что вы сейчас едите и тем, что придумывал повар 100 миллионов лет назад, когда он придумывал этот рецепт. Вопрос по поводу, когда готовить. Нет, не в воскресенье, готовить во вторник. Готовить во вторник там было. Мы готовим во вторник. Почему во вторник? Потому что, во-первых, у вас должно быть время сходить за продуктами. Во-вторых, как мы выяснили, на выходных вы все очень часто, ну, в смысле, вы уезжаете куда-то, а тем более такая жара. И мы решили, что, ну, там, у нас и было запланировано, что в воскресенье это будет такой выходной-выходной день. Вот. Соответственно, во вторник, после там работы уже, когда все вернутся, как раз начать всем вместе, всем начать до девяти вечера, до готовить. И затем мы бы хотели, чтобы этот мастер-класс, он был не только вот, чтобы вот мы научились, но чтобы он закончился приятным семейным вечером у вас. Вот. В этом смысле атмосфера очень интересна. И интересно, как вы придумаете, там, не знаю, хотел сказать, свечи, там, думаю, под какую, ну, наверное, свечи под мексиканскую. Вот. Какие-то такие поставки, как-то атмосферно придумать, там, если китайские, не знаю, китайцы, ну, японцы на полу сидят, да, там, что в Китае, не знаю, но, в общем, какая-то, чтобы была атмосфера, и чтобы это закончилось именно таким, ну, каким-то вот приятным времяпрепровождением, и вам было даже не до нас уже. Вот. Но было бы здорово, если бы мы снимались на камеру, а потом бы мы, ну, точнее, если вы будете готовить тоже ролики про это, потому что мы потом смонтируем фильм. У нас со следующей недели начнут появляться фильмы. У нас наставники и Федя, там, они снимали, как их глазами выглядит день, вашими глазами вообще бьют. И эта смена. Вот. И мы, в конце концов, из этих всех роликов составим несколько фильмов. У нас будет пять фильмов по итогу программы. Вот. И один из фильмов будет как раз про вот то, как мы готовим все вместе и как у нас получается, как все получится у нас. Тут кто-то начинает иероглифы присылать. Смешно. Блюда выбираем самим, спрашиваю. Да, вот сейчас выбирали. Я сейчас отправил все четыре брошюры в нашу группу ВК под тем постом, где про сегодняшнюю встречу рассказывается. Я попрошу наших чудесных ребят, которые ведут группу, чтобы они, может быть, более элегантно нам это сделали все, положили куда-то эти. Но уже сейчас вы можете найти вот эти брошюры в комментарии к посту про вот эту нашу сегодняшнюю встречу. А сейчас, друзья, можно задать Ане вопросы. То есть вот я уже на какие-то вопросы начинаю сам отвечать. Вот. Когда скажут продукты, есть вопрос. Продукты, которые нужны, уже есть в брошюрах. А брошюры в нашей группе. Если у вас есть вопросы, например, что можно заменить там, я не знаю, кунжут там, кунжут там был жареный, да, по-моему. Можно ли заменить кунжут там на что-нибудь еще? Вот какого-то такого рода вопросы. Вопрос, обязательно ли готовить. Это, естественно, не обязательно, это по желанию. Вот. Конечно же, если у вас есть возможность просто куда-нибудь прийти в гости, можно и так сделать. Вот. Так. Тут, я не знаю, Саша Белькович. Это какой-то известный человек с рецептами или кто это, Аня? Я не знаю. Есть такой, да, есть такой блогер. Тут Стеша спросила про мороженое, которое ночь должно стоять. Стеш, а самом деле, вот мы делали это мороженое, я сказала, у меня оно ночь не простояло. Съели значительно быстрее. Вот. На самом деле, оно реально схватывается. А если будешь делать мороженое, смотри, там можно, если ты будешь более жирные сливки брать, то оно быстрее, как бы быстрее схватится. Конечно, полагается, чтобы там четыре часа минимум и так далее, но у меня оно схватилось гораздо быстрее. Как-то вот оно схватилось, сын схватил его. В общем, да. Леня, да, в группе ВКонтакте уже висят документы с этими, с рецептами. Так, какие есть еще вопросы, друзья, задавайте. У кого-то возвращается мама только в 9. Смотрите, но я думаю, что вы можете с мамой вначале, во-первых, договориться, что вы их, да, готовите. Можно взять блюдо, которое проще, и как раз мама придет к 9, когда вы это блюдо уже приготовите. Вам только надо с мамой в магазин вместе сходить и договориться, что вы именно будете готовить. И, Ань, вот если, допустим, есть человек, у которого родители придут позже, что проще, например, готовить, как вам кажется? Так, ну смотрите, на самом деле, самое, ну, понятное дело, что самое простое, это будет шоколадный десерт, вот этот у мексиканской кухни, или лимонный напиток щербет. Это прям вообще очень-очень-очень простые вещи, готовятся там за 3 минутки. Ну, самое, наверное, простое действительно вот этот будет растопленный вкусный шоколадный десерт. Там он с перчиком чили и лаймовой кожурой. Ну, на самом деле, если нету этой несчастной кожуры от лайма и нету перчика чили, ну, ничего страшного. Он уходит только так, очень вкусный. Поэтому можно и без него обойтись. Там просто нужно растопить шоколадку в сливках. Это можно спокойно самому сделать. Хорошо, тут был вопрос, можно ли готовить только из предложенных или вообще самим. Ну, вот я пишу, что можно, это у нас же мейкерская смена, можно, если самому. Ну, да, просто если хочется получить какие-то советы или какие-то консультации, вот именно по тем блюдам, которые Аня выбрала, а потом еще интересно же жутко сравнить, там, кто как еще устроил, кто как обыграл атмосферу, допустим, Мексики. Там, это тоже очень интересно. Кто-то там ярко, ну, вот как Фрида Кало, как Аня сделала сейчас яркую помаду красную, там, такие яркие цвета. Вот, может быть, там еще какие-то, не знаю, там можно придумать вещи. То есть интересно еще сравнить. Ну, конечно же, вы готовить можете что-то свое, если есть такое желание, и это даже прикольно будет тоже. Ну, тогда с вас рецепт. Так, ролик к какому времени? Так, тут вопрос ролик к какому времени выкладывать. Хороший вопрос. Мы во вторник дадим ссылочку на Padlet, куда выкладывать то, что вы наснимали. И, ну, как обычно, через наставников тоже попросим собрать эти ролики, потому что потом у нас есть профессиональные монтажеры, которые из этого будут монтировать фильм. Вот, это вопрос такой, надо снять видео, как готовим, потом выложить. Ну, мы хотим сделать из этого некоторую историю, то есть и видео, как вы готовите, и видео, как вы там идете за продуктами. Очень интересно посмотреть видео, как вы это будете потом обыграть, как атмосферу ужина. То есть если вы сможете тоже, типа, показать результат, что у вас получилось, это тоже прекрасно. Вот, и вот это, да, это нужно будет снять, но как у нас обычно вот сейчас на челленджах происходит, которые вы делаете, там, машинки, там, кайты, воздушные змеи. Вот, и это, да, это онлайн мастер-класс, но он в таком формате, как мы с вами делаем мейкерские вот эти челленджи. То есть у вас есть бумага, у вас есть брошюра, в которой ссылки, там, советы и все-все-все. Есть видеоролик, где Аня специально приготовила это все и показала, рассказала, как это делать. И будет еще Аня непосредственно ждать ваших вопросов и на них отвечать вот весь вторник, там, с 7 до 9, пока вы готовите. Вот, и это задание будет в этот день единственное, да, то есть в другой, другого задания в этот день не будет. Так, 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 так. Да, вот про блюда ответили, да, только из предложенных и вообще самим. Вот, мы предлагаем вам, получается, четыре стороны по два блюда в каждой стране. Вот, если вы откроете сейчас брошюры, вы там это увидите. Вот, и там же есть, и там же есть список ингредиентов, которые нужны. Так, ну что ж, друзья, есть ли еще вопросы? Я буду считать до 10, если нет, то мы будем с вами прощаться. Раз, есть ли вопросы, два, есть ли вопросы, три, есть ли вопросы, четыре, так, нет вопросов пока. Ага, обязательно готовить, снова спрашивает. Значит, готовить не обязательно или это, наоборот, утверждение, типа, эй, народ, надо готовить обязательно. Если это вопрос, то можно посмотреть просто. Если это утверждение, конечно, присоединяйтесь. Вот, итак, есть ли вопросы, какая кухня выиграла в итоге? А тут нету такого, ну, выиграла, по-моему, русская, то есть, в основном русская и восточная. Да, это первые два места точно. Вот, значит, но вы выбираете сами, что вы будете готовить. Вопрос еще о тваре, то есть, могу приготовить блюда, которые этой страны. Вдруг мне не нравится ни одно. Ну, вы можете выбрать свое блюдо, то есть, вы абсолютно можете выбрать, там, у разных, у всех, как бывают свои вкусы, да, там, то есть, может быть, там, я не знаю, из китайской, какие-то у вас есть суперрецепт пельменей китайских, например. Можно такое что-то сделать, или у вас есть пирог рыбный, у меня бабушка потрясающий рыбный пирог готовила. И вы можете попробовать взять такой рецепт и сделать, но при этом мы потом покажем, у кого что получилось. Вот, то есть, это мастер-класс, но это не то, что вот можно менять, у нас же мейкерская смена. Это значит, что сделай что-то свое своими руками. Так, Аня задает вопрос, что, эх, хотелось бы у нас, чтобы было направление кулинарии в этой смене. Мы подумаем, мы подумаем. Спасибо. Только блюд в день готовить. Ну, вот, мы, во-первых, не в день, мы готовим только один день все вместе, это вторник. И если вы выбираете одну страну, то вы готовите два блюда этой страны. То есть, там у нас все блюда – это десерт и основное блюдо. У нас везде так получается. Поэтому вы выбираете два блюда, вы готовите. Но можете приготовить одно. Так, ну что ж, у нас уже время заканчивается. Мы обещали, что в 22.10 закончим. Поэтому, друзья, большое вам спасибо. Я думаю, что если вы в группе еще будете писать вопросы, если у вас возникнут, мы их будем у Ани спрашивать и вам отвечать. Поэтому, если что, задавайте вопросы в группе. Всем желаю доброй ночи. Всем желаю, чтобы ночь была прохладная. Я сам вот сейчас приехал из Челябинска в Петербург. Очень мучился от жары вместе со всеми. Сейчас прям радуюсь дождю. Вот. Всем прохладной, хорошей, освежающей ночи. Вот. И завтра будет очень интересное, кстати говоря, задание. Завтра будете делать ветряные станции. Ну, не знаю, там будет, может быть, флюгер или ветряк. Вот. Всем желаю хорошенько отдохнуть и до встречи утром. Всем пока-пока. Спасибо большое. У кого-то проснулся на ночь, аппетит. Все, друзья, до встречи. Приятно познакомиться всем. Да, Ань, спасибо тебе большое. Все, все, пока-пока. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...